всем привет ребята мы выходим на рассвете едем в сочи ласточка повезет сейчас в центральной сочи нас народу немного очень пошли в этот вагон как далеко протянул да 10 вагонов отлично надо нажать уже можно прекрасный вагон садимся никого нет почему сюда ну куда сюда сюда тогда давай оператор меня все усаживает без разницы уважаемые пассажиры будем прыгать обращаем ваше внимание что посадка высадки пассажиров на следующей станции будет осуществляться в вагонах вот здесь будет море ребят сейчас появится тронет сочи стреляется с главной поснимаем поищем десантников парашютистов центре сочи я знаю там есть какие-либо парни настроение отличное сегодня 11 сентября 2020 все классно народу мало уже немножко люди разъезжаются по домам пара и у нас уже чуть-чуть там это настроение такое уважаемые пассажиры но все-все увидимся в сочи ребят все пацаны приехали в сочи шикарно можно только догадываться какая тут красота поздно вечером все пальмы в подсветку из полины стоят я в арабских эмиратах не был никогда но мне кажется тут пацаны покруче будет кипариса любимые тут какой-то знаешь на день голосование надо наводить то нам не надо очень красиво ребят друзья передвигаемся в сторону порта морского сочинского потихоньку двигаемся погода сегодня великолепная не так жарко ребят по ощущениям где-то градусов 28 но очень кайф принципе даже если еще поддать градусов 5 будет очень очень комфортно будет ребят кто не был в сочи ребята кто не был сочи я вам рекомендую посетить пацаны все вот эти легенды что очень безумно все это стоит все можно договориться можно поселиться в адлере можно поселиться не доезжая сочи а потом гулять сочи и обычные деньги ребята можно снять квартиру 1000 рублей в сутки элементарно все зависит до этой комфортно но красота чего говорит дети тут просто гуляют как птицы очень очень красиво сейчас принципе будет очень интересно если кто-то из коренных сочинцев что захочет рассказать в принципе такие вещи бывают но возьмем интервью посмотрим так пацаны но смотрите загадываем желание но чем мимо то проходить мой загадай желание специальный такой серб какой-то в общем чувствую себя маленьким принципом загадываю желание так все классно классно класса загадал осторожим сейчас наколитесь уважаемый оператор колючки мне проткнули все спину загадал супер поэтому загадывайте желание друзья подходите не бойтесь не бойтесь а вы приехали да не хотите что-то рассказать отдыхающих ребята здесь дышится прекрасно но до тропическая речка горная конечно сначала сочи река сочи центре города вот сзади меня автомобильный мост такой очень красивый высокий там еще выше мостик еще там на пропасть но но здесь смотрите река классно тут форели живут но власти города ждут видимо когда она сама очистится здесь же все заросло уважаемые чиновники нужно реки чистить вот тут и мусор и все не обязательно нужно реки чистить сейчас какой-то бич пошел то что реки ручьи в городах перестали чистить любая река протекающая по городу на она обязательно нуждается в своей чистке прочистки вот пойдемте дальше немножко по руслу немножко вверх пройдем мы тут вообще увидим под пешеходным мостом уже целый остров земляной но это же никуда не годится это же раньше не было вот этот остров внутри русла его нужно счищать убирать полностью экскаваторами никто ничего не делает зато ленточки у нас везде висят с днем победы с ним победы круглый год висят ленточки раньше круглый год висели с новым годом сейчас днем победы только и пишут начиная с 1 января заканчивая 30 декабря все днем победы у них круглый год праздник устаю люди устают от этого нужно праздник чтоб в мае только был день победы они круглый год лента вот эти понавесили какие-то день победы день победы но вот этот остров интересный камень да он те земляные острова их раньше не было вот если пойдет шквал огромный с гор это все затопит а вот там форели смотрите вон стаи форель на солнце смотрите смотрите маленькие маленькие большие форельки вон там левее левейшие там уже крупные форели на солнцепёке живая река конечно друзья видели да форели когда столько такого количества вот так вот там ручей какой-то впадает в русло основное и вот кислород заставляет мальков держаться вот этого русла просто живая река и в то же время какие-то бутылки валяются ну как так можно вот бутылки соберите сверху бутылки тина листья немножко соберите хотя бы какой-то дежурные маленькие тут пару резиновых лодок чтоб мужички работали убирали реку чего этого нет непонятно да вот никому из людей это непонятно что вы ждете ну давайте немножко еще пройдемся и погуляем по пешеходному мосту потому что все это прекрасно наблюдать можно часами вот за этим жизненным потоком представляете какой город красота красота чудо природы давайте еще с этой точки с ними будет красивее просто классно попадете на пешеходу вот такой мостик взять друзья как так получилось что я по нему не ходил раньше к этому стих очень симпатично что новую даже теряюсь догадка как новую всю жизнь ривьера это мы знаем но я вот почему-то его пропустил немножко а почему речку не чистят от острова и ее только очистят дожди когда вода пол не нет а вот остров его остров же надо снимать это нет нет а вы сочинцы коренные почти ну ладно спасибо приятно общаться спасибо тут видите ребят тут все почти сочинцы коренные но что это имеется ввиду люди любят сочи но купить недвижимость бывает очень затруднительно поэтому люди живут здесь десятилетиями у знакомых в садов каких-то снимают комнаты в общежитиях но без прописки но вот сочи родной город до сочи город контрастов то есть тут не просто так еще прописываться то есть все потихоньку помаленьку в ривьеру нам подсказали чушь надо будет зайти тогда в ривьеру что вода прозраченщик вот здесь такие луга косы их косят ребята их косят их надо снимать эти луга потому что они нарушили русло реки их косят представляете земли сколько но там такие дела почему не убрать это все что это очень дорого стоит дороже олимпийского объекта нет конечно это здоровье реки русло должно быть идеально вычищено я конечно не поклонник иосифа виссарионовича но уверен что при нем вот это было вычищено было бы идеально все и вот такие форели бы плавали здесь как бы сейчас людям не надо это и чиновника почему-то будем узнавать почему не надо вот этот фильм все посмотрят чиновники сочи и давайте спросим их почему вот это не исчищается ничего это не лес ребята это русло реки сочи давайте зайдем на секундочку ребят но очень пейзажи и контрасты города сочи владимир ленин очень классная как я как художник вам говорю очень классная мозаика времен но видимо 70-е годы классная ее сохранили потому что это произведение искусства сохраняю очень красиво пальмы и владимир ленин а там что для китайском написано что ли китайское при это непонятно что это такое а нет нет однонашим что надо почитать в каком году это фреска в мозаика вернее сделано но это парк ривьера мы не будем заходить чтобы не утомлять вас красивыми видами деревьев да там белки прыгают деревья ну как бы все вот так вот и запах уже три веры идет может быть когда им зайдем а лучше вы сами приезжайте сходите поняли да сейчас мы идем на на мост на огромный мост через реку сочи который вы видели за мной 10 минут назад одену кепку солнце плюс 30 ребят нормально принципе классно погода очень классно ну вот такой вот сочи в длину туда в горы а вот с другой стороны мы видим порт сочинский сейчас мы обязательно в него сходим сегодня наш наша дорога будет вести нас в сочинский порт я вообще люблю да все что связано с водой поэтому любая экскурсия наша она посвящена в основном воде вот если представить немножко себе детективный роман друзья можно у вас спросить а вы не сочинцы нет не сочинцы нет не хотят интервью давать поняли что телевидение работает друзья смотрите наш я на секундочку представил что я майор бомон в париже иду гулять да короче говоря но вот эта избушка странная она уже стоит здесь но я не знаю но лет 5 она 10 точно стоит понимаете такое ощущение что там сидят какие-то эти наружное скрытое наблюдение что-то тут смотрят город какие-то там шпионы разведчики сидят контрразведчики и следят за этими за 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 шпионами или за своими же разведчиками которые гуляют по городу странная избушка вот стоит и стоит вот зачем она ребят на такой вопрос и одновременно детектив были да вот такая штука вот пожалуйста пища для размышлений господа пошли сейчас там рыбаков я видел сейчас поговорим с ними здравствуйте а вы сочинка да а хотите пару что-то рассказать про сочи про свой любимый нет не хотите а почему не хотите ну ладно так и так и у его с ума сойти может а квас то сколько стоит а я хотел стаканчик 200 грамм 20 рублей а он а где квас то воды да а вкусный качественно очень качественный уважаемый оператор два стаканчика да или один на пробу один давайте пока один я сейчас как раз мелочь найду сочинский класс самый лучший хочется попробовать да откуда у вас такие деньги да а вы любите это фильм бриллиантовая рука уже все таки это это же про сочи а вы знаете да что там в адлере снимался да это класс класс а и на реке сочи здесь я сейчас просто снимаю небольшой репортаж задам вашим чиновникам вопрос почему они русло реки не чистят можно почистить русло реки ну как то река река шикарная она заросла глина какая-то острова там образовались пожалуйста благодарю вас я буду пробовать секундочку да да супер а всю жизнь в сочи живете да нет я не всю жизнь ну уезжать уже не хотите конечно нет я живу здесь 12 лет и уезжать отсюда не стоит ну 12 лет вы еще такая молодая сочинка да это нормально очень молодая не ну классно это так да ребят я не знаю каким образом здесь битлы оказались группа битлз ну смотрите в сочи битлы большие портреты ребят в принципе кто любит музыку и вот эту индустрию музыкальную 20 века вот этих поп идолов ребят музыка но приятно посмотреть все равно то есть не курортным сезоном единым живо а сочи битлз группа битлз ну пошли дальше дальше еще будет интереснее а а а а